Добрый день, друзья! С вами Кура в Мегаполисе. Сегодня мы с вами будем делать заготовки на зиму. Для этого нам потребуются перчатки прорезиненные, нож строительный и медная проволока. Вот такая катушка у меня есть, уже заканчивается. Лет 30 назад работал на кабельном заводе. Ну и как не принести продукцию своего производства домой? Ну вот, натаскал этой проволочке. До сих пор пользуемся. И она нам сегодня пригодится в работе. Что же мы будем с вами делать и где? Мы с вами находимся на окраине города Самара. Вот здесь вот лошади живут. Какая-то небольшая кони-ферма. И здесь коттеджный поселок. Здесь у меня брат живет. Поселок называется Горелый хутор. Когда к нему в гости ездим, рядом вот с этой вот фермой лошадиной. Или кони-фермой, как правильно называется, да? Конюшня. Но сейчас их нет, лошадок. Жарко. Вот это прям край города. Здесь вот трасса наша. Стоит знак Самара. И здесь вот на этих прекрасных ароматах от лошадей растет шикарная крапива. Сейчас мы с вами объедем на противоположную сторону этой фермы. И там увидите, сколько крапивы. Мы будем с вами ее заготавливать. Ну вот здесь заросли крапивы. Старые ветки. Стоят с прошлого года. И вот, не знаю, какая-то белина. Похожа на белину. Кто знает, друзья, скажите. Крапивы тут достаточно. Вот все прям тут идут. Такими куртинками. И молодые. Прям заросли. Заросли этой крапивы. Вот молоденькая крапивка. В общем, сейчас я ее с корнями не выдираю. Никогда. Так, обрезаю ножом. Чтобы она кустилась. Дальше росла. Ну все. Начинаю заготовки. Ну, времени, к сожалению, много нет. Десяток веничков сделал. Сейчас приеду. Повешу. Сушить. Ну, а выходные можно будет приехать. И уже побольше. Заготовить веничков. На зиму курочка моя. Вот так вот эти венички будут здесь сохнуть. Потом я их уберу. Ну, и на зиму моим курочкам будут витаминки. Пока вольеры эти свободные. Никого я сюда не переселял. Здесь вообще у меня склад стружки. Вот я мешки сюда положил. Пока временно. Ну, малышню я разделил на двое. Ну, семь я уже создал. Петухи все, в принципе, с ними. С курочками. По максимуму. Вот. Ну, я их, наверное, отсажу. Вот этот вольер освобожу. Отсажу. И петушков буду откармливать. Лишних. Просто я здесь их всех еще держу вместе. Для того, чтобы посмотреть на их характер. Как они себя ведут. По отношению ко мне. По отношению к курочкам. По отношению друг к другу. Вот. Пока вот так вот. Эти смотрят, говорят, папа, а что ты к нам не заходишь? Да я только от них вышел. Одна курочка у них, вот как не сяда, она прям на руку сразу садится ко мне. А, тут петухи меня за голые пальцы клюют. Здесь у меня вот одно недоразумение какое-то. Не пойми. Не то петух, не то курица. С розовидным гребешком. По цвету смесь. Микс такой. Курица и петушка. Вот она. Очередной трансгендер. Возможно. Курочки, видите, как выглядят? Это рыженькие. А это... Миксовая такая смесь петуха и курочки. Воротничок у нее серенький. Хвостик такой же серенький. Вот на петушка посмотрите. Видите, он с воротничком. Такой дюйс. Все такие морячки. Рыжие морячки. У всех дюйс. Хвостик серенький. Вот. А это вот такая красавица. Ну, есть у меня один прям петушок, который... А, вот он. Вот петушок. Он с розовидным гребнем. Видно, что он... Петька. Все. Вот они такие любопытные, любознательные. Рыжики. Самые общительные вообще курочки в моем хозяйстве. Ну, не считая моих старых курочек, которые делают вид, что они вечно голодные. Поэтому... Поэтому все время пытаются на голову запрыгнуть мне. В общем, вот такие дела, друзья. Ну, заготавливайте сейчас крапиву впрок, чтобы зимой у вас были витамины. Бесплатные. Кстати, еще можно малиновые листья тоже собирать, сушить. Там такой огромный набор витаминов в малиновых листьях. Вот. И на зиму тоже можно их собирать. И потом их скармливать. Ну, я вообще на малиновых листьях мешанку запариваю. Вот. Эти все, прям, смотрите, друг на друга. Хотят сюда. Пойду к ним. Сейчас зайду. Чтобы им внимания немного уделить. А эти тут вот мне все ноги и склевали. Хрюндели. Смотрите, что они... Что они делают? Что вы делаете? Кутикулу там у меня? Общипываете, что ли? Так, теперь я здесь. Теперь эти. Интересуются мною. Ну, где та красавица, которая на руку мне садится все время? А, вот она. Вот она. Стесняется. Ай! Стесняется. Тоже проявляют интерес к моим ногам. Ну, друзья, всего хорошего. На этом мы заканчиваем свой репортаж. Ну, они как кошки. Они как кошки. Они как кошки. Глоскучие, как кошки. Да? Глоскучие. Петька. Ну, всем пока, друзья.